Как в крестах на допросе. Прямо реально такая? Ну да. Пробегает? Нет. Нет? Нормально? Можно немножко поздравить с завершением практически. Есть ощущение, что заканчиваете? Еще вчера, походу, они начались, эти ощущения. Да, есть, конечно, ощущение, что уже заканчиваем. Так немного грустно у всех уже на душе. Но по дому соскучились, конечно, домой хочется уже. Почему грустно? Почему грустно? Да как-то, когда заканчивается что-то, всегда грустно. Хорошее, естественно. Допустим, если человек, срок закончился, да, в тюрьме, он на уму весело. Но это уже не позитивно. А тут? Ты что-то приобретаешь, знания получаешь. Ну то есть есть ощущение, что ты наполнился, да, здесь тем, что нужно было? Ну, наверное, не на сто процентов. И такой, конечно, нет уверенности. Я думаю, ни у кого нет такой уверенности на сто процентов, что он прямо вот выйдет, все готов, прям фигачит. В основном теоретическая база у нас пополнилась. Практически все равно все это надо отрабатывать, стричь, стричь, видеть, какие головы, какой рост волос, исправлять ошибки на них. Это только с опытом, с практическим придет. Вот, допустим, через год, там через два, я там уже, допустим, уровень уверенности будет подниматься, ну, у каждого. Сейчас, конечно, прям такого нет прям. Дайте мне ножницы любого, сажайте, все, сейчас я у Юры Ждана учился. Такого пока нет. Нет, конечно. Но так, сам что думаешь, как бы сейчас, в ближайшем плане, сейчас поедешь домой, там, что-то, будешь активно стричь, или что будешь делать? Ну, естественно, хотелось бы активно все это стричь. Возможно, даже на двух работах. На двух, это как? А так, как всю жизнь. С утра там, вечером там? Нет. Два там дня, два там. А, по суткам, короче. Да, по суткам. Сутками не сплю. Только сутками? Да, и с гусями тоже. Знаешь, что интересно, просто мне по-человечески, я себя представляю, я просто, у вас у всех разные истории. Вот, ты почему тут оказался? Ну, я занялся этим ремеслом полтора года назад. Ну, тянуло, тянуло, вот и мне всегда нравились стрижки, мне нравилось стричься. Ну, как-то по жизни, ну, я не понимал. Я, в принципе, всегда в творческих профессиях работал. Каких? Каких? Ну, и поваром работал, и инструктором в тренажевом зале, то есть, ну, с людьми. Я заметил, может, тянуло. И, ну, решил для себя научиться что-то делать руками. Потому что, если что-то делаешь руками, умеешь что-то делать, ну, в принципе, никогда не пропадешь. Подумал, чем бы я мог заниматься, что мне больше нравится. Ну, и как-то полез вот в интернет. Выскочило незнакомое мне слово тогда еще. Ну, я набрал, естественно, там, парикмахер, туда-сюда. Мне выскакивает барбер. Я думаю, дай гляну, что за барбер. Ну, и втянулся в эту тему. И отсюда все и пошло. Ну, относительно барберинга, это, ну, как бы старт для молодых мастеров, начинающих. То есть, работа с машинками, это более просто. Ну, в какой-то мере просто. То есть, даже вот, бывалые парикмахеры говорят, вот начинали всегда все с машинок. Если человек, соответственно, хочет развиваться дальше, то есть, если тупо машинка, это, ну, это все деградация. Важно, важно уметь в базу. Вот, оттяжечки, вот стричь на оттяжечках, уметь строить формы, вот это кайф. А потом, если захочешь, покупаешь машинку. И фыртых тебе, блядь. Все. Ну, это если захочешь. Но стричь ножницами и... Вот советская школа, вот это, вот то, что Юра преподает, вот это важно. Важно. И еще важно найти правильное место. И правильного человека, который тебя обучит. Каких мало. За 20 миллионов месяцев, как сам считаешь, это твое, вот эта стричь? Нашел то, что искал? Да, я нашел то, что искал. Ну, вот год я машинкой работал. Ну, если честно, мне не нравилось. Вот прямо все одно и то же, одно и то же. И ты чувствуешь, что ты... Шаблоны? Шаблоны, потолок. Ну, это опять же. То есть, вот модное слово барбер, да? То есть, там... Ты назвал там салон барбер. Там ты барбер, себя барбером назвал. Ты стрижешь там машинкой. А то же самое в эконом парикмахерских. То же самое делают машинкой. Только у тебя стрижка стоит 1100 или там 1500. А там 300 рублей. А выходят чуваки вот одни и те же. Просто сейчас культура эта возвращается, популяризирует ее. Продают больше атмосферу. Ну, как мне кажется. То есть, молодые парни там смотрят барбершоп, там мужской клуб туда-сюда. Везде там лофт-стиль. Женщин нет. Типа журналы Playboy. Там своя атмосфера. Они туда за этим идут. А качество стрижек это уже десятый вопрос. Ну и опять же, поколения разные. Допустим, молодые, им качество стрижек особо и не надо. Не то, что не надо. Им надо качество стрижек, но они не разбираются, качественная у него стрижка или некачественная. То есть, если люди уже серьезные в возрасте, они уже да. Они как-то более-менее уже смотрят на себя и примерно знают то, что им надо. Но за два с половиной месяца здесь ты понял, что такое хэнкрафт? Да, я понял, что такое хэнкрафт. Можешь написать твои ощущения, да? Это в основном, да. Это ручная работа, ручной труд. У тебя есть определенные знания, определенный технологический процесс, в котором ты должен работать, чтобы получить качество. Эти болванки не надоели? Ну, честно говоря, практики на живых было мало. Мало было, ну, практики на живых. Болванки, они что, они все одинаковые? Что их тут стричь-то? Тем более, временные рамки как бы особо не ограничены были. Ну, то есть преимущество в стрижке ножницами, я просто в этом совсем ничего не понимаю. В том, что ты... Ну, по тебе видно. По голове? Да. Вот. В чем, в другое, преимущество перед машинкой? Введешь машинкой, все ровно. А зачем ножницы? Зачем ножницы? Немножко картинка другая получается. Качество среза и... И текстура. Ну, это все ножницами делают. Формы. Ножницы делают форму. Ну, машинкой форму сложно сделать. Ну, в идеале, в идеале совмещать олдскул и ньюскул. Но... Из ньюскул можно взять чуть-чуть. Как бы, ну... Всегда есть смешение во всем. Но от этого никуда не уйти. Нельзя там разделять это и это. Это как вот раньше была ручная коробка передачи. А... Не стоит на месте прогресса. Допустим, придумали коробку автомата, правильно? Вот сейчас скажи, давайте уберем коробку автомата. То же самое и в ньюскул. Есть какие-то элементы, которые прям идеально могут подойти... в классику. То есть сейчас ты машинку в руки уже не возьмешь с насадкой? Ну, с насадкой, наверное, нет. В принципе, всего того же, что можно сделать машинкой, можно добиться им ножницами. Надо это все отрабатывать практически. А по себе что можно сказать? Каким ты пришел, каким ты сейчас уходишь? В каком смысле? Стал сильнее. Сильнее, конечно, стал. Теоретически. Ну и частично, практически, да. В плане, там, стрижек, там, уверенность поприбавилась. Ну, опять же, ну... Это все надо отрабатывать. Укреплять, укреплять, укреплять. Полученные знания. Теоретически. Ну, настрой, я понимаю, у тебя такой серьезный, да? То есть... Серьезный, прямо... Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Следующий. Планы? Планы? Открывать свое что-то? Нет. Не хочется распыляться. Если там что-то свое открывать, это уже... Ты из разряда парикмахеров переходишь уже в разряд управляющих. Там других вопросов выше крыши. И они тебя будут поглощать. То есть, если ты работаешь, встал на рельсе, все тебя ничего не отвлекает. Ты совершенствуешься, повышаешь свое качество. Если начинаешь управлять чем-то, все. Ну, это пока. Пока. На данном этапе. Саша, напомнись к какому-то городу? Иванов. А как в вашем городе с парикмахерсовым искусством? На каком уровне? И как бы зайдет ли вот это там, да? Ну, я думаю, зайти может в любом городе. Просто, ну, людям надо донести. Ты будешь как-то это донесить? Ну, естественно. Ну, это как бы в моих интересах. Чтобы, ну... Ну, то есть, как-то... Люди меня находили... Ну, конечно, я буду рассказывать. Ну, тем более, если я отучился, я по-любому, я каждому буду рассказывать. Как, что и зачем. Я и до этого-то рассказывал. Ни хрена не умел. Ну, сейчас-то тем более... Ну, естественно, люди будут знать, будут видеть качество и разницу. Ну, я и раньше старался разницу делать. Допустим, вот в салоне... Ну, у одного мастера просто и стрижки в сок стоит там 450, да? И у меня там 450. Одна ценовая категория. А по факту качество все равно разное выходит. Ну, люди, когда от меня выходят, у них одно качество, а когда от другого, другое качество. Ну, и бывают еще мастера... Ну, не то что не хотят. Может, хотят в душе. Ну, им то ли некогда, то ли, ну, финансово там, ну, жалеют деньги. Ну, в маленьких городах зарплаты небольшие. Так что самые ценные инвестиции — это только в себя. Это вот любой преуспевающий там человек, бизнесмен, он скажет, вложение в себя — это ценнее всего. Когда ты вкладываешься в себя, в свое развитие, ты становишь сильнее, узнаешь что-то больше, ты развиваешься, соответственно, есть положительный кэш какой-то. Если человек заперт в какие-то рамки, он за них и не выйдет. Ну, и последнее, можешь по желанию, как бы, что-то сказать в камеру, кого-то поблагодарить за поддержку. Может, город, там, родные, друзья, что-то из родных. Ну, в первую очередь, конечно, хочу семью поблагодарить за поддержку. Жену свою любимую, детей, маму, брата. То, что поддерживали меня на протяжении всей моей учебы. Соскучился нереально. Ну, я думаю, мы уже будем вместе смотреть это видео. Ну, и так пожелать молодым специалистам, вот почему Юру спрашивают, там, допустим, почему у вас возрастная категория, там, допустим, выше среднего, да? Потому что люди, молодые, начинающие, там, парикмахеры, барберы, они не доросли до этого уровня. Ну, это он так отвечает. Ну, это на самом деле так. Я, как бы, мало времени потерял впустую, потому что я начал заниматься этим довольно недавно. То есть, то, что мне нужно было год, почувствовать волосы, поработать с ножницами, оттяжки, там, какие-то поделать, ну, бездумно. То есть, это нужно, это необходимо перед тем, чтобы получить эти знания. С нуля, конечно, сложновато. Я этого времени не потерял. Я сразу нашел нужного человека, ну, потому что у меня уже жизненный опыт. Молодежь, конечно, она все больше, ну, вот в это направление, в простое, в модное. Ну, я думаю, со временем, ну, много мастеров уже будут стремиться к качеству. К качеству. И, ребят, думайте головой, как это, башкой своей думайте. Ищите нужных мастеров правильных, ну, конкретно Юру Жданову. Обучаться обязательно нужно. Развиваться. Быть успешным. Делать качественные стриги. Стрижки. Ну, и зарабатывать, естественно. Все? Закончил? Да. Красава. Осторожный звук. Эп. Да. Прищелочек. Эп. Эп. Продолжение следует...